или рандомом, или каким-то еще образом. Вы присоединяетесь к тому, какие люди есть. И вот весь сериал, который вы качаете, всю эту историю, это все в контакте происходит, вы перекидываете людей позитивными и негативными точками и каким-то промежуточным. Ну, там, позитивная такая, может быть. Видели недавно у нас компас про участие стать спикером на конференции по другому паркетингу. Кто-нибудь видел? Какая там страсть разгорелась, когда мы одного дисквалифицировали, второго дисквалифицировали, потом выяснилось, что этого подставили, потому что он себе голоса не накручивал, а у этого, который накручивал, непонятно, он сам накручивал, ему накрутили, чтобы его дисквалифицировали, а у этого на половину бота, на половину не бота, неизвестно, что будем делать. Там те, кто наблюдали, те, кто были включены в этот конкурс, они, ну, а это участники, сами конкурсанты, те, кто за них голосовали, потому что что эти конкурсанты активно теребили аудиторию, что проголосуй за меня, проголосуй, а вот репосты делали, смотрели, какая происходит, меня там дисквалифицировали, там дикое количество эмоций было, их у нас тоже, мы решили точно никогда таких конкурсов не делать, но очень прикольно сыграло именно как качание. конкурс, ура, мы будем банить, вот эти вырвались вперед, добро здравим вырвался вперед, ура, потом там что было, еще двое, за час резко набрали какое-то количество людей, ура, у нас конкурс, добавилось что-то, что-то там добавилось, потом одного выкинули и так далее, то есть тоже мини-сериальчик, вы поставили внутри одной соцсети, показываете, делаете движуху, сериал, который перегоняет людей во вторую соцсеть, а там во второй соцсети, чтобы поддержать людей, чтобы они не просто подписались, а забыли, нужно делать то же самое, нужно свой сразу запускать, но это все звучит сложно, наверное, страшно, на самом деле все гораздо проще, можно эти три правила на самом деле в одно уместить, живите ярко интересной жизнью и транслируйте ее в соцсетях, на этом тренинг закончим, до свидания, абсолютно серьезно, нужно уметь вызывать эмоции у людей и привязывать их к себе, это делается только проживанием интересной жизни, все, какой у вас продукт, что, на какой вы вышли, это все никому не интересно, кроме двух-трех гиков и двух-трех суперфанатов, людям интересны они сами, интересно, если за кем-то наблюдать, за сторонним человеком, то это только за эмоциями, что вот, а, у него все хорошо, я его завидую или я его поздравляю, а у него все плохо, мы над ним смеемся, хорошо-плохо, хорошо-плохо, за этим наблюдает. Да? Как и ритм от контента? Проблема в том, что это еще и ритм. Да, вы говорите про этот блог. Да, у кого-то еще вопросы были? Сейчас, ну, вот вопрос, вот, наверное, вот, Максим, к тебе, наверное, и к Андрею тоже. На тему того, ну, всегда хочется в какой-то момент жизни, да, ну, как-то все послать и не слишком отдохнуть, да, от всего этого дела, то есть, вот, как вообще с этим решать эти вопросы? Может быть, заранее как-то загружаете какие-то загрузки, допустим, пять дней отдыхаете где-нибудь, а он там пять дней автоматически постится, что-нибудь интереснее, конечно. Я расскажу, я расскажу. Вот это интересно. Вот сериалы любят многие, да, но они качаются с торрентов и другие платят. Как вот сделать так, чтобы наш сериал, он привел в итоге продажи? То есть, все ради этого? Отличный вопрос. На Башурге, кстати, ну да, была шутка такая, что вот. Игру Плестолов снимают, все качают ее с торрентов, никто не платит. На что они в них вообще живут? Ланнистра платят. На самом деле они зарабатывают на том, что просто покупают сериал, чтобы в сетке какого-то канала это показывать. Ну, окей. Это будет после обеда. Мы будем выйти в итоге продавать. Цель, в общем, которую мы ведем, была продажа. Слушай, давайте теперь про вас. Еще вопрос. Смотри, ты говоришь, есть цель, есть стратегия, надо такие посты, такие посты. И при этом надо жить яркой жизнью. Что, жизнь как-то устраивать по вот этой вот параболе, которую ты нарисал? Наметил цель, спланировал? Не могу молчать. Ну, вот эти вот точки. Ты когда начнешь, ты двигаешься. Так начнешь. Есть некоторая речь, которая Максима пустил. То есть у нас сегодня планшет. Здравствуйте, кто меня не знает, Андрей пробил. Вдруг, кто его не видел никогда. Давайте мы без перерыва дальше пойдем. Потому что мы перерывчиком дадим. Но как бы хотите дальше, давайте дальше. Базово то, что Макс говорил, понятно. Теперь давайте глубже идти. Потому что там вы задаете вопросы, ответы они глубже стоят, чем то, что мы вам дали сейчас. Если мы идем глубже, тогда есть несколько правил. Первое. Форматов много. Вы можете для себя любой формат выбрать. Мы не говорим, что нужно только вот так делать. Есть разные блогеры, которые пишут по-разному. В практике показалось, если хотите, чтобы, знаете, если мы с психологической точки зрения идем, насколько это цинично вам рассказывать, кстати, вот о чем. Потому что есть как есть, а есть красиво. То есть я вам красивыми словами пытаться. А есть прочее. Прочее нам нужно вызвать невроз у читателя. То есть задача такая, чтобы читатель, вот раз у него свободные секунды есть, он тут же, вот у кого такое есть, вы тут же лезете, что-то читаете, а вот на какой-то сайт. То есть вот у вас есть секунды, и вы такие, раз, рефреш. Черт, ни хера нет. Да, вот это нужно. То есть задача такая, или раз, контакт, есть мессенджи, нет? О, мне добавят друзья. Кто добавил, нам начинать профи. Ага. Какие у нас друзья? То есть мы начинаем что-то делать, когда действие контакта отлично невроз вызывает. Дуже отлично. Некоторые блоги в Дужех вызывают невроз. Фейсбук сейчас стал лучше делать. Эта программа их называет просто вот так. В чем у женщин? То есть, ну, у мужчин меньше, но у женщин называют вот так. А у мужчин, которые понимают, это можно использовать очень хорошо. невроз. А что такое невроз? Это неосознанное движение на что-то нажать. Как он вызывается? У человека нужно вызвать внутреннюю эмоцию, что он что-то пропускает. То есть, что... Причем вот здесь есть интересный график. Давайте уже со всем, если мы с математическим впечатлением психологии подойдем, есть интересный график. Нам нужно попасть в такой коридор. У нас интерес мы смотрим и чистота. То есть, у нас должно быть достаточно интересно, то есть, человеку должно быть достаточно интересно нас читать. Потому что, когда интерес падает, уже не очень интересно. Человек сваливается. И чистота, когда слишком много, и ты понимаешь, блин, ну я вот не посмотрел предыдущие три дня, и там уже 800 тысяч постов и, в принципе, я уже не думал проезд. Даже когда слишком много всего проходит, то есть, вовлекаемый спадок. Нам нужно пройти вот по этой кромке, которая достаточно интересная и достаточно много всего, но не передоза. Это концептуально понятно? Дальше, в будущем коридор расширяется. Наша задача больше отдавать в будущем, ну чем... Мы начинаем, извините, начинаем медленно и идем по возрастающим. Потому что, если вы начинаете быстро, понимаете, что вы не сможете этот центр выдержать и сбрасывать его, люди очень обижаются. То есть, здесь... И вообще, если вы строите историю свою, или своего героя, или своего там... Ну, какую-либо историю, из плохого конвентации, из плохого хорошего, всегда положительно воспринимается людьми. Так что вы не бойтесь их выжечь набег, не бойтесь прослыть полным там, кретином, болваном и так далее, что в будущем вы станете хорошим, вас все все простят. И наоборот, очень плохо. Когда вы хороший, а потом вас переклинивать, начинаете всех плющить, и все, он испортился, и все, он плохой. То есть, из плохого хорошего, контактируется лучше. Всегда. Интереснее. И людям интересны яркие плохие... Злые герои. Яркие негативные герои всегда интереснее, чем яркие позитивные. В ярких позитивных неинтересны, они одинаковые. С этим как концептуальным, с базой этой понятно. Теперь, как это называется? План нужны. Мы сейчас будем делать пирог из вашего контента. Нам нужны разные слои. Чтобы Наполеон был вкусным, нужны коржики, нужно сливочный крем, нужно что-то кислое. То есть, в вашем торте должны быть разные слои, концептуально разные слои. Давайте о них поговорим. Слои контента. Первое, это... Ну, я сейчас в разброс буду давать, но как склеиваете, так и будет склеить. Значит, сначала мы строим скелет, а потом наращиваем мясо. Скелет, который мы встраиваем, который сложнее всего писать, это длинные посты. И хорошо бы, если бы у них еще есть картинка, это уникальная картинка. Даже если она не уникальная, в бордер свой засовывает, она становится уникальной. И какой это принцип действия? Что-то сделать. Репост. Сохраните себя на страницу, чтобы не потерять. Ну, в какой маназе. Тут просто пипец! Ну, то есть, работает, чем моложе и тупее аудитории, тем лучше на них работает. Сохраните себя на страницу, чтобы не потерять. Ты сохранишь на страницу, через месяц я еще 48000 сотрудников ты потерял. Ну, то есть, концептуально. Но! Что такое сохраните себя на страницу? Значит, сделай репост. Сделай репост. Все, твой друзья узнали, я только на друзья-друзей, репост сохранил себе на странице, принеслась. Какой-то призыв. Нажать, посмотреть, скачать, купить, записаться, неважно. Какой-то призыв. Подумать, да, если хотите. Призыв может быть не это самое. Лайки. Сюда лайки, сюда репосты. Подписывайтесь на канал. Какой-то призыв. Чем проще призыв, тем лучше. Но именно длинные посты, которые визуально разбиты на короткие абзацы и строках, чтобы визуально было удобно читать. Вот я сейчас книжку укладывал, это вообще не об этом. Это у меня было 3, хорошо, 6 минут. Я сказал, ты сейчас на книжке выкинул. Ну что, мне нужны длинные посты, а эти заморачиваться не было времени и желания. Вы заморачивайтесь. Тогда все это будет работать. Дальше. У нас рассылка такая. То есть у нас длинный пост интересный, картинка интересная подобранная, отбрандированная. И внизу придут действия. Всегда. Дальше. Просто пример вот такого. Давайте даже глубже пойдем. Пример вот этого, это Фридц Морген. Фридц Морген. Фридц Морген. Фридц Морген. Фридц Морген. Фридц Морген. Фридц Морген раз в день. Примерно с 11 до 12. В одно и то же время. Выкладывать большой хвост о том, как в России жить хорошо. И, ну, прикольно. Раньше он про всё писал, сейчас он пишет только про это. И ты уже так, сколько времени, полдвенадцатого, ага, что бы ты с Моргеном писал. То есть ты понимаешь, что где-то в этих районах он что-то выложил, этот слов почитал, иногда бывает интересно, иногда бывает не очень, но тем не менее. Это раз. Кстати, понятно? Дальше. Но это вы можете делать раз в день. Ну, это прям реально работы много. Но если вы книжку написали, хорошо, ура у вас этих 100 постов, вы можете их на треть года разбить. Ну, то есть это хорошо, поэтому книги нужны. Но если книги нет, значит вы будете сами писать. Это тяжело. Это очень много работы. Постоянно это делать несколько раз в день крайне тяжело. А людям нужно много контента. Что мы ещё делаем? Мы делаем большие репосты. Большие и интересные репосты. Во-первых, это должно быть интересно вам. Во-вторых, это должно быть примерно к целевой аудитории относиться. И в третьих статьях уже должно быть большое количество репостов. То есть я не репостаю статьи, если я вот в эту статью говорю. Я тут не репостаю статьи, у которых меньше 100 репостов. Мне интересно. Потому что люди от меня тоже зажглись. Объясню почему. Давайте здесь глупо немножко. Есть две стратегии здесь. Первая стратегия это... Как? Салфиш? Да, для себя. Идеальный репост для себя. Вы находите какую-нибудь крутую статью. Вы копируете, засовываете ее к себе. Берете эту картинку, засовываете к себе. Но чтобы не было приятно, вы в самом низу статьи длины пишите оригинал, то это очень ссылка. Посылки никто прохлить не будет. Но опять, и репосты будут вас. И лайк будут вас. И трафик будет идти к вам. И это можно прийти. И нужно делать периодически. Но! Чем репосты хороши? Если вы будете столько я беру, я беру, я беру, я беру, это не очень хорошо. Нужно давать. Нужно найти 10-20 хороших авторов в вашей теме. С которыми вы начинаете выстраивать односторонние партнерские отношения. Я бесплатно некоторым даю трафик. Я их репостываю. Я понимаю, что как только я... Вот, допустим, сейчас я в Ярославле был. Я три дня репостил. Я мог, конечно, копипейсить к себе. Ссылка и все. Но я репостил, и к ним пошел огромный трафик. У меня 175 человек. Друзья их не добавляли за один час. Большой трафик пошел. Мне не жалко. Я делюсь. Это лояльность вызывает. Причем я делюсь в одностороннем порядке. Я ничего не ожидаю обратно. Я не ожидаю, что они будут благодарны. Нет. Я делюсь. Просто я считаю это правильно. Поэтому должны быть и репосты, и вы можете, если вы для себя... Крутая статья прямо для вас. Скопирую. Внизу написали оригинал. Все. И она ушла. Большинство людей длинные статьи до конца не зачитывают. Им достаточно заголовка, картинки, и поддержали пробежаться. И многие будут считать, что вы такие крутые статьи пишете, даже если у них написано оригиналную очередь. Все как? Они будут считать, блин, прям, как вы сразу все успеваете? Большие репосты. Две стратегики. Дальше. Следующее. Частые. То есть, если мы их делаем, то мы делаем не больше двух в день. Люди большое количество информации в двух трех. Не воспринимают и разносим сильно по часам. Есть ВКонтакте и самая большая активность, как вы понимаете, днем в обед. Мы должны понимать почему. Люди с работы сидят. Вместо того, чтобы работать, они в ВКонтакте работают. И есть у нас несколько таких больших интересных постов, мы их разносим по времени, чтобы зацепить утреннюю толпу, чтобы зацепить послеобеденную толпу и вечернюю толпу дома. Обычно это разные целевые, разные аватары. И мы зацепляем все. Следующее. Это как бы длинное. Теперь вот мы скелет сделали. Теперь нужно внутрь мяса, которое сильно отличается от этого. Что можно... А, еще один чуток. Давайте большие посты. Это дайджест. Отлично срабатывает. Тот же Фритц Морген. Смотрите, он периодически каждый третий пост халявит. И выкладывает дайджест. Может быть каждый пятый. Что это значит? Он собирает интересные новости. И каждый новост по одному абзацу с ссылкой на оригинал. Первое. И вот это вот. Прикольно. Вот ссылка вот эта. Второе. О, я нашел фестиваль вот такой. Там вот такая прикольная штука стоит. Вот. Я, наверное, поеду. Я думаю, ехать, не ехать. Если вы тоже поедете, в комментариях пишите. Вот ссылка на оригинал. Третье. Им прям дайджест десяточек новостей вываливает по теме. Тоже крайне интересно. То есть люди. То есть задача стать точкой сборки по вашей теме. Для вашей целевой. Что я понимаю. Я, конечно, могу эти все новости собрать. Если я буду сидеть постоянно на всех форумах смотреть все, что происходит. Но у меня времени нет. Поэтому мне проще зайти на один сайт и посмотреть дайджест, что происходит. Если мне глубже надо, я нажму кнопку и посмотрю, что там. Ну, то есть оригинал почитаю. Там уже длинный. А вот именно дайджест очень круто. Если вы можете делать дайджест, делайте его хотя бы раз в неделю. Если вы делаете раз в неделю, делайте его в один и тот же день. Называйте там его там. Новости недели. Пятая пятница. Все. То есть эта игрушка без мозгов, которая, если вы мне с ней грызть, она потом что-нибудь вам рассказывает. Повторяю. Но у нее своих мозгов нет. Потому что вы запрограммировали, то и осталось. Вот. Читатели в соцсетях, они примерно такие же. Почему? Чтобы они что-то подумали, им нужно заранее это выставку вложить. Вот это многие не понимают. То есть если вы хотите, чтобы они запомнили, что у вас по пятницам уходит дайджест, то периодически нужно писать. Завтра, пятница, потом дайджест будет. Прикольно. Или вот. Вчера был дайджест, вы видели это самое? Или вот пятница. Сегодня, как обычно, по пятницам, но и дайджест. И вот столько. То есть вы это постоянно должны выбрасывать. Тогда они будут знать, что о, у вас. А вы думаете, что они будут наблюдательны, что поймут, что вы проходите дайджест. Вы будете сильно переоценивать. Все идеи, которые у них самостоятельно зарождаются, нужно заранее вложить в несколько раз повторений. Тогда они самостоятельно родятся в голове. Наконец-то. На ужин, когда же она выйдет, сколько можно. Вот. Это дела. Бэткомития делает, когда пишет, что вот я поставил на рендер новый ролик, показывает скриншот, и что через 8 часов сегодня вечером будет пост. Большой обзор какого-нибудь следующего фильма. Или какая-нибудь рубрика, очень хорошо, ропотно, из постоянных таких тоже, которые привязывают. Она может быть небольшим, но рубрика, которая постоянная, ежедневная. Если не из соцсетей, то у Тёма Лебедева, у него с сайта студии есть бизнес-линч, мозг, гидиотека и прочие вещи. Я каждую ночь в полночь захожу и смотрю, что у них новое выложено. Потому что каждую ночь в полночь они выкладывают что-то новое. И так делают несколько миллионов людей. У них посещаемость 10 миллионов поумеряю этой штуки. А в соцсетях это... По той паблике, которую я читаю, они в 3-4 часа ночи желают спокойной ночи и выкладывают прикольную картинку. Цепляют и тех, и тех. И это у них каждый день происходит. Они делают разные админы, они общаются с публикой, но это каждый день. Люди этого ждут. И просыпаются так, а как на ночь? Здесь регулярность важнее. Форма важнее сути. Вот еще одна вещь, о том, что многие не понимали, что в соцсетях форма важнее сути. Потому что суть можно наполнить. А вот форму, если чат привык к определенному, им нужно это давать. А мы постоянно меняем. То есть у нас форма одинаковая, а суть постоянно меняем. Дальше, обзоры. Маш правильно сказал, обзоры. Поберем и что-нибудь обзираем. Ну, в любую сторону, в хорошую, в любую сторону. Так. Это наши большие источники контента. Теперь между ними. Что мы делаем между ними? Между ними мы используем активно Инстаграм. Причем настолько активно, сколько вы можете себе позволить. Почему Инстаграм важен? Вообще, к Инстаграму я бы вообще отдельно, наверное, дал блог сегодня. Хотя бы полчаса. Почему? Потому что Инстаграм автоматически постит. Можно настроить, чтобы автоматически выбрасывать картинки во всех сети. Люди привыкли мыслить картинками. Мы... Картинка прикольная. Нам понадобится картинка, мы подпись читаем. Нам понадобится картинка и подпись, мы смотрим, кто лайкнует. Считаем комментарии. Смотрим, кто лайкнул, что у них в профиле. И в общем... Инстаграм прям такая... Хорошая визуальная движуха. Многие... Дигиталы не понимают, зачем это нужно. Потому что... Ничего. Картинка. Непонятно. А в Инстаграм просто можно постить постоянно. И нужно. Давайте отдельно. Первый — это Инстаграм. То есть у нас появляются картинки. Картинки. Картинки — наша жизнь. Это того, что нас зацепило. Что значит зацепило? Значит вызвало крутые эмоции. Любую. Позитивную, негативную. Раз, поставьте себе программу репостов Инстаграма. Нажали, нашли, лайкнули, зашли в репост. На выборе репост. Репост и ушел. То, что нас зацепило очень важно. Транслируем. Что вот... Мы даем возможность читателю и зрителю, как GoPro, сидеть у нас на плече. Мы показываем. Он нас зацепило. Раз, показали. У нас вот это вот. Мне понравилось вот это и так далее. Жизнь. Транслируем. То, что зацепило, транслируем. Дальше транслируем образ. На ВИПе поработаем с вашими образами. 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 Я уже эту ссылку видел подряд. У меня язык немножко запутается. Вам нужно понять, какую картинку вы людям даете и для чего. И вот это с этой точки мы транслируем. То есть, конечно, образ может быть рваный и непостоянный и так далее. Но, тем не менее, ваш образ. Образ, который вы хотите показать, он должен транслироваться в угловой аудиторию. В основном картинку. Дальше. Это Инстаграм. Следующее. Это позитивные эмоции. Если вы на мой контакт подписаны, вы постоянно видите, что я постоянно выбрасываю. Это могут быть ржаки. Всякие. И это могут быть мысли. Подумать. Ну, иногда одно и то же в одном посте. Мы даем позитив людям. Людям нужно несколько раз в день. Разрядка. Вчера я очень классную картинку нашел. Вот пример. Когда прикольная картинка, смысленно подумать. Кто это видел в Инстаграме у меня вчера, ну или ВКонтакте, если вы видите, лошадь на наезднике? Видели? Когда лошадь на наезднике, там, давай быстрее, еще давай, вперед. Красно. А мысль вот такая, что если вы даете себе на голову в бизнесе сесть своим работникам, ваш бизнес никуда не поедет. Вот у вас будет вот именно такая картинка. То есть это смешно и это с мыслью. Которая, ну, подумать, а что у меня, вы на ней же все не на шею так сели, да, и как мы никуда не едем там. То есть сразу начинается бурная деятельность в голове. Вот. Это вот, это, это. Дальше следующее. Мы добавляем новости. Очень круто, когда люди читают, ну, люди все равно будут читать новости. Людям нужно знать, что происходит. Но они хотят знать их через вашу призму. Они хотят, потому что проблема в том, что ты сам управляешься в новости, и тебе нужно думать, что же это значит. Ты нужно анализировать. Людям в соцсетях нечем думать и нечем анализировать. Людям то на улице будут. Нам проще почитать ваши нас,onaards. Ну, там, вот в Украине случилось вот это, где не все пидораты? Ух. Ух. Случилось это, а они пидораты. Вот . А если случилось это, это может значить вот это, может значить вот это, что это может значить там и это. Ух, блин, надо думать, чего это значит. Ну, то есть, грузит. То есть сразу отсеивается большей части аудитории, если вы не даете свою интерпретацию новостям. Вам нужно давать новости и свою интерпретацию. Следующее. Нужно понять, на что заточены ваши соцсети. Откуда вы, хорошо, по-другому. После обеда будем говорить по стратегии монетизации. Их, в принципе, две. Очень сильно зависит, даже, наверное, три. Ну, неважно. От выбора стратегии монетизации зависит то, по каким углам мы додаем контент. Монетизация соцсетей. Есть двух способов. Первое. Мы что-то не продаем. Даже если просто мы себя продаем, чтобы они к нам приходили, чтобы они фанатами становились и так далее. Можем ничего не продавать в смысле товаров. Нам надо же идею продать. То есть мы продаем, мы вовлекаем людей. Это первое. Следующее. Мы продаем рекламу. Рекламу либо чужими постами туда, либо рекламу нам нужно известность свою раздуть. То есть не вовлечение, а психологически разный подход. Первое – это вовлечение, чтобы они сосались. А второе – мы, наоборот, их расшатываем. Мы отталкиваем, притягиваем, отталкиваем, притягиваем. Если у вас задача рекламы, тогда негатив будет читать больше. Там мы придумываем пиар-ходы, мы придумываем какие-то скандалы. Мы кого-то не обзираем, а обсираем. У нас есть враги постоянно, которые меняются. Есть основной враг, а есть куча дополнительных. Мы постоянно говорим, какие они придурки. А посмотрите, как они очень сердственные придурки. Шарий, хорошо, если вы в медийной сейчас живете, теме Украины. Шарий что делает? У него есть. Он как бы украинец, но он против новой власти. И он постоянно находит, в чем они косячат, и смешно это показывает. Его репостят, смотрят, а он говорит, я не против Украины, я против России тоже. Но он постоянно троллит. И троллит каждый раз по-разному. В нашей тусовке, например, не магия, они выбирают какого-нибудь тренера и прикольно его раскладывают. Тренеры обычно обижаются. Но в этом-то вся и суть. Потому что если ты обижаешься, то есть какая-то обратная связь. Да, ты не обиделся. А он сказал, что вы все... А, он еще сказал это, мы тогда еще сильнее. Ну то есть там начинается какая-то движняк. И вот это реклама. Вот Макс рассказывал, что у нас свои тролли есть. Профессионально давным-давно был такой Давыдов из Калининграда. Я даже в суд на него подал. То есть мы долго судились. И судья признал, что как бы он сильно не прав, я насудил целых 5000 рублей. После чего я сказал, что в том анекдоте, помните, что если мат стоит 100 рублей, то вот ты 1000 и слушай. Я сказал это так, тогда вот обратно ему написал такой пост. Вот. Ну как бы хочешь, меня осуди тоже. Свои 5000 ты получишь. Но в целом там... Это внутренний человек гнилой, то вам второй вариант прям очень хорошо ложится. Потому что он на суде даже сказал такую фразу. Это моя пиар-стратегия такая. Я понимаю, что это ложь. Я понимаю, что это неправда. Я это знаю. Плохой. Моя задача... Задача не... Говорить правду. Задача, чтобы меня читали и рекламу продали. Вот. И... Таких тоже много. И стратегия работает. То есть тогда вот вы... Вам больше шоу-бизнеса. Если вы вот с этой стратегией. Две стратегии, понятно? Так вот. Если вы в продаже, старайтесь ограничить количество негатива. То есть да, мы его вбрасываем, но это как... Когда вы готовите еду, это вот мы можем посолить ее. То есть если вы кусок соли положите человеку, то он его есть не будет. Если это не лось, он его есть не будет. Если вы постоянно оливаете, кризис, 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 все плохо, все плохо, покупаете, вы думаете, что это у меня никто не покупает ничего. Если вы продаете что-то с лом, в кризисе, надо всего лишь не делать вот это, у вас продажа будет падать, и падать, и падать, и падать. Вы людей пугаете. В шуганные люди деньги не тратят. В шуганные люди ходят и понимают рефрешку, почитают еще в новостях. Все. Если вам рекламу продавать, мы их пугаем. Обязательно все плохо. Смотрите, вот избили бабушку где-нибудь там, или там в Сомали люди голодают. Или можно говорить. Это можно делать весело. Да, вот сейчас где-то видел реклама летних туров в Сомали. Теперь гарантирую, что там будет как минимум два нападения на эту лодку. И там, и мы их поставляем. Ну то есть такое, трэш, но прикольно. Это вот если мы вниз идем, если мы вверх идем, то количество негатива старайтесь ограничивать. Мало этого, если прям видите, что он выливается везде, нам надо его тушить. Скажем, ну как бы, у всех кризисов, у нас все офигенно. У нас на Платине Плюс, раз мы раз в квартал встречаемся, у нас есть Платиновая коучинг, а есть Платиновая Плюс. Платиновая это для всех желающих. Стоит там, по-моему, 500 тысяч в год и 350, я не помню. Ну где-то вот в этих районах. И мы там два дня коучимся каждый квартал. Там одни вопросы. А вот в Платине Плюс приходят совершенно другие люди. Там нижний порог должен доказать, что ты миллион в месяц хотя бы зарабатываешь. Там есть люди, которые зарабатывают гораздо больше чем в месяц. И один из них, когда мы обсуждали, что происходит, извините за мат, это просто дословно. Он говорит, я не хочу никого обидеть. Со всеми, с кем я общаюсь, я вижу одно. У нормальных людей все хорошо. У музыков какой-то кризис. А у людей, у которых бизнесы настут, продажи идут, там все хорошо. Это вот у наемных, у маленьких бизнесов какая-то проблема. У людей, у которых личное состояние, не замечая, если ты купил себе майбан, так скажем. Оно как-то не сильно поникнет. Кризис как-то не очень сказывается. Это вот в целом туда задача. Мы поднимаем наоборот людей. Кризис кризис, но мы даем позитивный вариант. Позитив. Мы будем позитив. Но, опять же, не постоянно позитив, потому что нужно периодически опять, не соленое, не вкусное. То есть мы периодически выбрасываем разные эмоции. Так, дальше. Следующее, чем мы еще заполняем. И здесь можно мелкие репосты. Вот здесь спокойно можно мелкие репосты. Я иногда из паблика припочу. Там Лепра, МДК. Мне кто-то говорит, у меня вот знакомый на ваш тренинг не пошел. Почему? А он, говорит, зашел на вашу страницу, увидел, что вы подписаны на МДК. Я говорю, что нормальный человек на такой паблик не будет подписывать. Окей, пусть не приходит. С этим понятно? Так, хитренький кусок это проличный. Репостим само сообщение или ссылка? Нет, просто нашли мелкое что-нибудь. Раз, репосты к нам. Чтобы не писать, копировать. Это гема. Это вот здесь. Я имею в виду вставление в тело сообщение или ссылка? Репост. Репост. Функция репост. Вот, чистая функция репост. Так, дальше. Следующее. Это личное. Давайте личное немножко вскрываем. Лично мы не белые, не черные. Мы более комплексный человек. То есть человек, он более комплексный, чем плохой и хороший. Я вообще не так понимаю, что плохой и хороший. Темно-светлый, вот он с натяжкой принимается. Но! Здесь проще, если вы... Сейчас. Посчитайте Юнга. Для тех, кто сильно глубоко копает. Это психология. Юнг архетипы. Вот, 16 таких типов. И по ним можно себе выбирать какой-нибудь архетип, который с вами экзонирует. И в него это дело писать. Я вижу, что 90 пацанов. Не понимаю, о чем я говорю. Ладно. Социологика. А? Ну, не совсем. Социологика не туда. Ну, допустим, давайте я вам сейчас совсем на пальцах. У нас есть... Какие архетипы есть максимально простые? Есть воины. Что воин делает? Постоянно с кем-то борется. Кто-то постоянно придурок. Он постоянно с ним борется. Есть постоянно война. Чтобы не происходило, воин постоянно дерется. Есть маг. Маг что делает? Чего-нибудь постоянно изобретает. Чего-нибудь вымучивает, химичит. Как-то оказывается раз, он на другом континенте. То есть какие-то чудеса творятся около мага. Он непонятно что, но очень завораживает. Прям вот очень. Есть король. Король спокойный. Все происходит. У него там есть маги, воины. И он говорит, ну вот, все хорошо. То есть это король. Типа эти придурки. Ну придурки. Эти там хорошие. Ну хорошо. То есть вот это такая позиция. И есть шут. Шут, которая опожит. Смотрите. Эмоции опожит. Это вот четыре главных отеца. Они есть. И дальше есть. Они разбираются как. Есть темные. Есть светлые. Светлый воин – это защита. Темный воин – это нападение. Кого бы убить. Прирезать. Себе забрать. И так далее. Это вот здесь. Маги. Есть светлые. Есть темные. Что это значит? Есть, которые создает. Есть, которые руживает. И придумывает всякие штуки. Подставляет одного. Создает другого. И так далее. Короли. Есть темные и светлые. Шуты. Есть темные и светлые. Это первое. Тут мы уже восемь набрали. Как это называется? Есть мужские и женские архетипы. А если совсем глубоко, то у нас есть еще каждый архетип, будь он светлый или темный, мужчина или женщина, делится еще на три возрастные группы. Юность. Рассвете сил. Как тут? Рассвет. Рассвет. И зрелость. И поехали комбинировать. То есть сразу это 16 умножается на 3. Вот она у нас, сколько получается? 48. Да. Вот у нас 48 вариантов. Потому что Маг. Эй. Маг женского рода. Это кто у нас? Ну либо волшебница, либо ведьма. Соответственно, дальше смотрим. Здесь она юная. Ведьма. Ведьмочка. Да. Сразу раз. Понятно, какой образ. Понятно, что транслирует. Понятно, что идет. Здесь уже такая оперившаяся. А здесь идут. Яблочка, хочешь? Да, да. Это вот сюда. И опять. Даже если вы для себя еще не определились. Есть люди, которые постоянно их мотают. Маги обычно такие. Везде. Воздушные особенно. Но опять. Здесь еще есть. У нас есть огонь. Там всем давайте мотать. Есть сталь. Железо там и так далее. Есть земля. Воздух. Вода. Шестое не помню. Дерево. Спасибо. Воздух. Воздух. Еще есть. На этом можно умножать. Огненная у них одна стихия. Воздух. 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 Подписайте. Любой учебник. У нас в КНЕЕМ. Не в КНЕЕМ. В платиновой группе. В платиновой группе, да, спасибо. Есть не помню кто его зовут. Мужик, который пишет сценарии для НТВ. Понятное, НТВ. Но сценарист он хороший. У меня школа сценаристов. Сценарии могут написаться, но есть шаблоны, по которым можно это написать. Задача человека. Подписать героев. Вот так Ты выбираешь кто он. Потом, то есть задача, мы первым выбираем кто, можете себя прописывать, можете какой-нибудь кейс так показывать, да, пример, можете клиента так показывать, можете так показывать, кого-то разбирать в фильмах, что вот-вот главный герой такой, или не главный герой, да, можно сделать очень мощного второстепенного героя, силу игры которого будет закрывать главного.